Сами разработчики не совсем, наверное, понимают, как оно работает. Простыми словами, наверное, не объясните алгоритм работы нейросети. Это некий черный ящик, который работает. Искусственный интеллект – это помощник. Он работает для того, чтобы решать какие-то простые, ну или чуть более сложные задачи, если его обучать. Нейросети, вот, типа, чаты те же самые, они в процессе общения с человеком, они сами обучаются. Это уже мышление на уровне человека. Только гораздо быстрее, гораздо, скажем так, эффективнее. Эта программа «Все говорят об этом» и «Все говорят про нейросети», всякие GPT-чаты, искусственный интеллект, который скоро всех нас заменит. Сегодня все о том, как работает искусственный интеллект, что он может и насколько он опасен. На канале УТВ, который производит это ток-шоу, уже начали ведущих заменять на созданные нейросети образы. В Красноуфимске, Михайловском и Полевском также пасмурно и небольшие дожди. Воздух днем прогреется до 18 градусов. В Каменск, Уральске и других городах юга области небо будет в тучах и пройдет дождь. Температура днем 16 градусов, а ночью 11 градусов тепла. Ветер будет дуть с севера со скоростью 2 метра в секунду. В последующие три дня погода в Свердловской области не сильно изменится. Это вся информация о погоде к этому часу. Хорошей погоды и настроения. Оставайтесь на ОТВ. В студии гости, которые пользуются нейросетями на работе. Скажи, нас всех уволят? Нет. Диана, проходи. Не уволят, потому что твой образ сильно не попадал в ударение. Или почему-то по-другому. Нет, на самом деле он не попадал в ударение, потому что это пока тестовый вариант. И нейросеть, она постоянно обучается. А не уволят, потому что самая главная задача разгрузить творческих работников от рутины, чтобы направить их усилия на более творческую работу. Ну, вместо меня-то точно никого здесь не поставить? Голограмму уже не сделаешь. Я-то пока еще останусь и продержусь некоторое время. Конечно, конечно. Как канал ОТВ использует нейросети в своей работе? Сейчас мы несколько делаем аспектов. Первое – аватар ведущего. Я была в этой роли. Мы запустили виртуальных ведущих пока в тестовом режиме для того, чтобы сократить, оптимизировать производство в тех программах, где не нужна интерактивная связь со зрителями, не нужен какой-то креатив. Прогноз погоды, новости спорта – вполне себе подходящая история для виртуальных ведущих. То есть будет писаться текст? Или нейросеть будет писать текст? Пишется прототип. Есть реальный человек. Мы записываем тестовый прогон. Человек читает по суфлеру. И потом на основе его образа нейросеть рисует аватар. И в его уста может вложить любой текст совершенно. Текст тоже пишет нейросеть? Или текст пишет другой журналист? Текст пишет программа тоже нейросеть, да. То есть дается команду прогноз погоды для Лапаевска, и все, погнали. Оно само все случается. Но человек же что-то получает, какие-то отчисления за использование его светлого образа, прекрасного? Все предусмотрено, конечно. Задача в том, чтобы оптимизировать работу. Потому что когда мы записываем тот же самый прогноз погоды, требуется большое усилие. Нужна работа эфирно-аппаратная, режиссер, звукорежиссер, операторы. Здесь достаточно один раз записать человека. Программа потом делает несколько выпусков уже на основе образа записанного. И студия свободна для записи более креативных вещей, например, ток-шоу. Почему не использовать некий образ, созданный нейросетью, но чтобы хотя бы не тратиться на отчисление живому человеку? Сделать его прекраснее в два раза. Не понравился мой образ. На самом деле мы решили, что это очень интересная история, попробовать аватары именно на основе живых людей. Потому что до этого такого эксперимента не было на региональном телевидении. И да, действительно, многие ведущие поначалу... На самом деле я себе делал уже про нейросеть и программу. Я делал себе двойника легко и просто... Я совершенно еще не специалист в компьютерах, но я это сделал. В эфир это не выходило в такой регулярной истории. Диана, как Курару используют нейросети в своей работе? На самом деле очень разнообразно. Мы в том числе тоже экспериментировали с цифровыми аватарами. Первые результаты очень даже впечатляющие. В том плане, что мы могли, например, записать человека, ведущего, который мог читать, я не знаю, какой-нибудь стишок, и наложить, например, на разных языках ему различные истории. То есть он мог рассказывать новости на английском, испанском, китайском и еще тысячи вариантов. Это на самом деле здорово, но мы сейчас в основном экспериментируем именно с текстом и с аналитикой. Это два наших самых больших направления сейчас. Что вы делаете? Во-первых, мы интегрируем и в наши внутренние продукты. У нас, скажем, и интегрирован в нашу админку, благодаря которому мы, например, можем подбирать ссылки для бэков и так далее. Бэкграунд — это предыстория каждой новости. Мы очень сильно осторожны именно в плане написания, потому что мы, как интернет-площадка, сильно зависимы от правил агрегаторов. Агрегаторы сейчас очень жестко зажимают тех, кто использует ИИ в производстве контента. Например, за новости блокируют, за использованием ИИ. А это могут они узнать, что вот этот текст написан искусственным интеллектом? Да, у них есть алгоритм, который может это считывать. Считывает он пока, правда, только тексты, которые прям сходу видно, что сгенерированы ИИшкой. То есть там какие-то глюки, там есть артефакты редактуры и так далее. То есть там это очевидно, что написал ИИ. Тексты, которые сгенерированы ИИ и отредактированы человеком, ну, это не факт, это только моя гипотеза, я подозреваю, что алгоритм пока не видит, но я подозреваю, в ближайшем будущем может научиться их распознавать. По твоей версии, а почему, собственно, сейчас вот я не понимаю, почему он не пускает, но вот вы производите такие тексты, для вас это нормально? И чего? Вы у себя их размещаете, почему это нельзя разместить где-то? Потому что есть разные законы разных платформ. То есть мы же, понятное дело, пользователи этой услуги, а не, значит, владельцы, которые диктуют, значит, что там должно быть. Это совершенно иная история. Означает ли это, что профессия журналиста, по крайней мере, пишущего текста, она скоро уйдет в прошлое, и все будет делать искусственный интеллект? Нет, я так не считаю. Во-первых, потому что авторский контент будет еще более ценным, в силу того, что производить рерайт станет гораздо проще. Во-вторых, я считаю, что и поддерживаю, значит, предыдущую точку зрения о том, что это именно, это такое ассистирование, это такая помощь журналисту в внутриредакционных процессах и, прежде всего, в аналитике. Вот аналитик, собственно, у нас это второе направление, с которым мы сейчас плотно работаем. Мы же тоже работаем с текстом? Мы работаем. У нас есть своя программа, называется «Паук». Расшифровывается программа автоматического управления контентом. Она позволяет нам собирать нужные материалы, источников, которые нам интересны, делать рерайт достаточно качественный в разном стиле. Можно написать в стиле тюремного сленга, в стиле бабушки на заваленке, в любом стиле, который нам необходим по тот или иной проект. И после этого мы можем в этой же программе в одном окне публиковать в соцсети на разные совершенно площадки. Можем переписать текст сюжета, можем использовать программу для корректуры. Но это тоже не приведет к исчезновению журналистов, которые что-то с текстом делают? Я могу привести пример нашего корректора, который до этого занимался достаточно рутинной работой, проверял запятые, ошибки какие-то орфографические. Сейчас он переквалифицировался в выпускающего редактора. То есть сейчас он занимается... Ну то есть на нейросети мы сваливаем ксерновую работу, скажем так. Да, да. Он занялся более интеллектуальной работой. А мозги-то наши пока еще никто не заменит. Или заменит. Будем разбираться с тем, как работают нейросети. А сейчас где еще применяется искусственный интеллект? Искусственный интеллект активно входит в нашу жизнь. Алгоритмы способны упростить работу дизайнерам и журналистам. Могут написать уникальный текст, музыку и даже картину. Также нейросети помогают врачам диагностировать заболевания. Программистам писать код. Юристам анализировать большие объемы данных и предсказывать решения суда. В банковской сфере алгоритмы искусственного интеллекта используют для оценки кредитоспособности и управления рисками. А роботы-курьеры обеспечивают быструю и эффективную доставку товаров, минимизируя человеческий фактор. Новые гости в студии, и они знают, как все это работает. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Олег. Когда я говорю нейросети, искусственный интеллект – это одно и то же? Нет. В чем разница? Ну, термин искусственный интеллект, он вообще такой более публицистический. Маркетинг. Да. То есть как такового интеллекта там нет, и я думаю, специалисты, которые этим занимаются, подтвердят. Ну, по сути, это… Вот тебе ишечка. Угу. Нет ее на самом деле? По сути, это не некоторый алгоритм, который в формате черного ящика, это даже сами разработчики не совсем, наверное, понимают, как оно работает. Как это работает? Нейросеть? Да. Вам рассказать, как алгоритм? Так, чтобы мы поняли. Обучающиеся, как… Или мы просто не будем в этот черный ящик заглядывать, работает и работает, слава тебе господи. Смысла нет, просто простыми словами, наверное, не объясните алгоритм работы нейросети. Ну, в принципе, это такой как бы продукт информационно-эйтишный, да, который обучается чему-то узконаправленно, и потом выдает эту информацию на основании вот накопленного у вас знаний. Нет смысла нам знать, что там внутри. Даже специалисты не знают, что там внутри. То есть это некий черный ящик, который работает. Ну, специалисты… А как специалисты могут не знать, если они это сделали? Они его обучают. А что происходит внутри обучения, это уже некоторая магия. Тест Тьюринга не проходит? Нет. Проходят, 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 проходят. Я объясню, тест Тьюринга – это тест, который позволяет отличить искусственный разум от настоящего разума, когда, например, ну, просто обмен текстом, текст вопроса, текст ответа, и человек вот сидит в какой-то комиссии и говорит, вот это вот робота, вот это человек. Примерно так. Там, по-моему, я сейчас не буду даже… Мы же на прошлой передаче говорили, и я, вот, если память не изменяет, то он в 2014 году даже уже проходил, какая-то российская разработка даже была, которая проходила тест Тьюринга. Диана говорит, GPT-чат – это тоже нейросеть? Или это что-то отдельное? Давайте разбираться с этим. Ну, извините, вы так говорите с легким презрением, я понимаю, но я не знаю. С легким презрением, наоборот, как бы это… Естественно, что это нейросетка, конечно. Что они могут сейчас? Они могут, как там, говорят специалисты, находить следующее слово. То есть он, исходя из того пула знаний, которое в них было, как-то статистически угадывает, как должна продолжаться фраза, каким быть построен ответ. То есть не исходя из какой-то там большой суперлогики. Но мы сейчас показывали сюжет, где искусственный интеллект используется. Это анализ медицинских данных, например. Нейросетки же разные. То есть на самом деле и чат-ботов много сейчас, и как бы возможности у них разные. То есть вы сейчас говорили про генерацию картинок. То есть это отдельная нейросетка делает. Отдельные, скажем так, направления работы нейросети. Есть чат-бот, вы говорили, определенный, не буду его называть слух, чтобы не рекламировать, который пользуется для генерации текстов. По сути копирайтер, заменяет копирайтинг. И так далее. То есть их очень много, направлений очень много. То есть говорить о том, что они в общем делают. То есть если вот есть какая-то формализация, она вот ее может выстроить. То есть как бы заменить вот этот процесс. Работа с большими базами данных. То есть надо, например, провести какую-то аналитику. Проанализировать кучу текстов. Если говорим про HR, например, собрать кучу резюме. Если, например, ты хочешь найти вот этот бриллиант того единственного кандидата из тысяч. То есть вот собрать это все вместе, проанализировать. Чтобы вы понимали сейчас, как HR работает, представитель этого видео стоит за кадром. Я просто общаюсь с такими компаниями, которые это внедряют в крупных компаниях айтишных. Вплоть до того, что, ну как бы да, понятно, там софт-скилл, хард-скилл, если понимаете, о чем я говорю. Это все как бы осталось. Но сейчас уже внедряются даже такие инструменты, как дизайн человека. То есть у тебя помимо того, что у тебя профессиональный, там есть образ, да, там образ твой социальный, есть еще и ментальный твой образ. Твой портрет, который нужен работодателю именно для того, чтобы вот этот человек влился. Мы все ближе приближаемся к уровню магии. Ну что такое магия, когда мы не понимаем, как это работает, да? Значит, это магия. Когда мы говорим, создай мне кухню, спроектируй мне. И он берет и проектирует тебе кухню. Вот хочу красненькую с краном посередине, и оно это делает. Ну, в идеале, да. Ну, естественно, сейчас это будет, что у тебя там кран будет торчать из холодильника, что-нибудь там окно под раками. Не совсем. Если это специально обученная система, которая работает на то, чтобы вот спроектировать такую кухню. То есть ее уже обучили, что кран будет торчать из холодильника. Она будет делать максимально реалистичные вещи. То есть если, конечно, вы там будете спрашивать какую-то там нейронку, которая генерирует картинки, как там сделать это, да, там, естественно, что она немножко по-другому. Ой, вот прямо, вот только что возник вопрос. Почему у них пальцы не получаются? Получаются уже давно. Ну, нет. Нет. Я делал обложку для новой книжки, и там что-то вот в одной десятой. Вы, я не хочу ругать, что продуктом пользуетесь. Ну, что-нибудь в этом духе, да. Есть получше? Есть, конечно, довольно лучше. Ну, опять-таки, потому что, говорю, она угадывает вот текстовое, там, следующее слово, а здесь она угадывает следующий палец. Она не знает, когда остановиться, она типа дальше. Евгений, посмотрите, у меня есть товарищ, который как бы всю жизнь пишет какие-то стихи. IT-специалист, который никогда в жизни не играл ни на музыкальном инструменте, там, не поет, у него и голоса нет, там, ничего. Он сейчас пишет песни, которые попадают в какие-то там 100, ну, где-то там, в каких-то там местах. Он делает это с помощью нейросети. Он не умеет ни петь, ни играть на музыкальных инструментах. Он задает определенное, как бы, направление, какое должно быть, задает какой-то текст, и оно выдает, ну, не на русском языке, выдает, соответственно, музыку, выдает голос, какой ему надо, с каким-то оттенком. И вот, пожалуйста. Ну, вот это мы идем к тому, что вот оно все захватит, на самом деле. И через минуту о том, что нас ждет в будущем и какие профессии заменит искусственный интеллект. Мы говорим о будущем сегодня, хорошем или не очень, в котором нам придется жить вместе с искусственным интеллектом и нейросетями. И мы спросили у прохожих, они боятся этого или нет? Те люди, которые делают музыку на коленке и выкладывают ВКонтакте, они умрут первыми. Мне кажется, что это невозможно, что полностью прям какой-то заменить может. Преподаваться ли искусственного интеллекта, мы не боимся. На высоту, кроме меня, не полезет. Я альпинист. Нас точно не заменит нейросеть. Воспитание детей – это такое дело. Ну, образование какая-то часть может быть, да, войдет. А воспитание – это, мне кажется, ну, в любом случае должно остаться в руках людей. РЖД. Сложно заменить, не правда ли? Мне беспокоиться не о чем. Мне уже 66. На пенсии она меня точно не заменит. И я думаю, что вообще запретить вообще, в принципе, интеллект. Да, потому что лучше интеллектом думать своими мозгами, чем компьютером. И еще один гость, который знает, какие профессии убьет искусственный интеллект. Здравствуйте. Здравствуйте. Да какие? Ну, вообще по-настоящему. С журналистикой мы уже разобрались. Ну да, с журналистикой и созданием контента самое простое, потому что здесь есть набор алгоритмов, вот как уже объяснили коллеги, которые можно смоделировать, и, соответственно, будет результат. А в случае с большинством профессий сейчас, ну, искусственный интеллект – это помощник. Он работает для того, чтобы решать какие-то простые, ну, или чуть более сложные задачи, если его обучать. Но глобально профессии, связанные, исключаем сейчас контент, в ближайшее время не убьет совершенно точно. Ну, скажем, он может помогать ставить диагнозы врачам, но все равно врач должен этот диагноз посмотреть. А нужно еще потом научить врачей пользоваться искусственным интеллектом или нейросетями, как хотите. И, соответственно, это апгрейд, это более качественная работа с обучением этих специалистов, а значит, нужно учить тех, кто будет их учить, и это все равно создает новые рабочие места. Это фактически своеобразная замена одних сегментов другими. Были ли в истории, и мы сейчас в историю глубоко смотрим, ситуации, когда из-за возникновения новых технологий высвобождалась большая масса рабочих рук? Ну, конечно, были такие примеры. Ну, у нас, собственно говоря, вся промышленная революция была построена на этом. Формировались, создавались практики, в которых у нас есть заводы, фабрики, освобождалось большое количество свободных рук, но буквально через одно-два поколения все равно рынок труда в глобальном плане востребовала. Ну, давайте вспомним историю с ткацкими станками, самой знаменитой. С лудитами, которые ломали. Да, 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 когда появились ткацкие станки, и люди ходили, их громили, потому что ткачи оставались без работы. Было такое. Ну, у нас же сейчас тоже есть люди, которые говорят запретить, ограничить нельзя. Ну, потому что, когда вы говорите, да, через одно-два поколения все нормально, а нам-то сейчас жить вот в этом поколении. На рынке труда такой огромный спрос на людей в целом. И давайте так, у нас на планете Земля, мягко говоря, сейчас и людей-то становится все меньше и меньше. Поэтому в глобальном плане это не повлияет на рынок труда так, чтобы миллионы людей остались без работы. Не будет такого. Можно не бояться? Нет. Какие профессии все-таки могут уйти? Ну, например, водители, ну, в будущем водители, водители, потому что будут машины ездить сами без них? Ну, возможно, в какой-то доле, но я сильно сомневаюсь, что это будет при нашей жизни. Чтобы это было массово. Я в 16-м году был на выставке в Ганновере. Я ездил на автобусе с искусственным интеллектом в Германии. То есть, как бы, это уже работает в других странах и работает нормально. Более того, доставщики продуктов питания в этом же году, то есть, мы тестировали на базе Daimler концерна. Они берут, вот то, что сейчас делают курьеры, они делали это автоматизированно абсолютно. То есть, за счет дронов и за счет, как бы, соответствующего автомобиля, который это все осуществляет, там, подзарядку этих дронов, подвозит максимально близко к месту, где нужно развоз сделать продуктов. То есть, это было автоматизировано еще, вот, почти, там, 10 лет назад. И, тем не менее, у нас сейчас курьер самая ходовая профессия. Да, абсолютно. Ну, потому что у нас с дронами, наверное, сейчас не очень, там, нормальная, как бы, ситуация. Сработают факторы, которые компенсируют. То есть, здесь у нас есть положительный тренд, сработают факторы, которые его... Я не согласен. Просто водителя гораздо проще автоматизировать, чем велокурьера, банально того же самого. Потому что у тебя там кирпич какой-нибудь лежит, дерево там, лужа, пешеходы вот так хаотически ходят. На дороге все-таки все как-то гораздо более стабилизировано, особенно если это какая-то фура, там, от склада до склада. А есть еще проблемы с ограниченностью распространения технологий, с тем, что это дорогие технологии для большинства количества бизнесов. Ну, в общем, подводим черту вот под этой частью разговора. У нас не будут ходить толпы безработных по улицам просить на хлеб, потому что их выгнал с работы искусственный телек. Как раз-таки может быть так случится, что какие-нибудь программисты средней руки будут переквалифицироваться в курьеров. Но это будет происходить очень быстро, понимаете? То есть если раньше лудиты, почему вот это была история про разгром? Ты потерял профессию, и все, я ничего не умею, и ничего не знаю, завтра умру с голоду. А сейчас люди потеряли профессию. Да, через полгода-год человек переучился, пошел другим делом. Давайте сейчас поговорим о том, как преступники могут использовать нейросети. А сложно быть клоуном? Ну, когда любишь свое дело. Все мне кажется легким. У меня так вообще отлично работает. Я дарю людям хорошее настроение. Легендарного советского актера Юрия Никулина оживили с помощью нейросети для новой семейной комедии. Многие фанаты посчитали этот эксперимент кощунством. Однако режиссер уверяет, что семья Никулина восприняла новость позитивно. Призываю всех мужчин старше 18 лет явиться в военкоматы Курска для получения оружия и участия в защите нашей Родины. Дипфейк временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова появился в сети после вооруженного нападения на регион. Власти назвали сообщение провокацией зарубежных служб и призвали верить только официальным каналам. Певица Тейлор Цвифт тоже досталась от злоумышленников. Ее образ с помощью нейросети прицепили к чужому обнаженному телу. Фейковые фото затем распространили в социальных сетях. Публикация набрала больше 45 миллионов просмотров. Так вот, как могут преступники использовать нейросети? Самый простой способ мы видели, когда генерируется человек, твой начальник говорит тебе, вот сделай то-то и все. Ну так же можно, не знаю, биржу обвалить и такие случаи были, по-моему? Ну, естественно, можно натворить всяких делов, но опять-таки хочется немного развеять, что для социальной инженерии там это все особо-то и не нужно. Мы знаем прекрасно наших двух замечательных пранкеров, которые звонят лидерам государства и даже не используя никаких там нейросетей, спокойно их обманывают. Это во-первых. Во-вторых, похоже на генерального прокурора, да, и вот эти все шутки. Только что Диана говорила о том, что уже есть определенные системы, которые распознают дипфейки и, соответственно, даже тебе не дают заливать на определенной площадке этот контент. То есть уже идет борьба, и, соответственно, нейросеть, она и с той, и с другой стороны находятся. Получается, что нейросеть против нейросети? Естественно, да. Ну и здравый смысл все-таки. На здравый смысл я бы не полагался. Все-таки развитие технологий, получается, появляется все больше и больше вариантов, откуда тебе может прилететь угроза. Там банальный кругляшок в Телеграме могут записать использование нейросети. Поэтому все больше требований предъявляется, ну, банально, к нашей какой-то небольшой паранойи. Переспросить какую-то информацию, которую может... Ну, в том и гигиена. Ну, то есть, смотрите, они же используют и могут использовать всякие генеративные штучки для того, чтобы нас обманывать, пытаться совершить мошеннические действия. Это же идет сейчас. Мы недавно с этим сами столкнулись. У нас от лица нашего генерального директора шли голосовые сообщения. Голосовые? Да, голосовые, сгенерированные явно, но, тем не менее, голос очень похож. И это явно было мошенничество. Как вы догадались, что это мошенничество? Ну, потому что, как минимум, точно наш генеральный никаких приказов ФСБ не получал. Ну, вот для меня новость, то, что вот эта история, когда, да, вот проводится проверка ФСБ, там что-то после этого делаешь, что появились голосовые от лица конкретного человека и конкретному человеку адресованы. Да, рассылка по всем сотрудникам. Информационная гигиена. Не отвечайте на звонки в WhatsApp, особенно на видеозвонки, потому что они собирают ваши данные. Биометрические данные, ваш голос там и прочие какие-то вещи. Мы об этом говорили. Вот смотрите передачу про поводу того, как собираются ваши данные, предыдущую, на канале Обл.ТВ. Спасибо за рекламу. Серьезно, можно ли как-то системно этому противостоять? Или только, как вы говорите, нужно подумать и быть готовым к тому, что человек, который тебе позвонил, это не человек на самом деле? Системно нет. Ну, это социальная инженерия, она существует сколько человечества существует. То есть, как людей обманывали 4 тысячи лет назад, так их обманывают. Сейчас просто это дополнительный способ. Поэтому, да, перепроверять, не доверять. То есть, это не отдельная какая-то схема, которая появилась, отдельная отрасль мошенничества, а все то же самое, но с использованием искусственного интеллекта, так же, как ты не используешь искусственный интеллект у себя на работе. Просто новые методы осваивают и мошенники в том числе. Сто лет назад фотографии подделывали, все смотрели, ой, неужели это они что-то делают, а в действительности дорисованные картинки. Наркомы куда-то пропадали с фотографиями. Да, 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 тоже бывало. Кремируют человека, выставляют его на телевидении. Я посоветую в случае с мошенничеством всегда анализировать, во-первых, поступающую любое сообщение, любой звонок, перепроверять, перезванивать реальному человеку, положить трубку, просто перезвонить человеку и убедишься, что на самом деле не было там необходимости в помощи. Задавать вопросы, ответные, которые можно знать только конкретно этот человек. То есть, такому обучать надо, по идее, уже сейчас, и по идее с самого детства, то есть, как бы, вводить вот такие, какие-то вот занятия по вот именно информационной гигиене. Что можно делать, что нельзя, в какие сети социальные можно заходить, что там можно делать, что нельзя делать. Подводим итог. Искусственный интеллект – это то, чего боятся нейросети, то, чего бояться не нужно? Я бы еще, как от лица безопасников, немножко опять-таки перевернул бы эту доску. Есть проблема, которая не такая очевидная. То есть, нейросети, вот, допустим, чаты те же самые, они в процессе общения с человеком, они сами обучаются. То есть, вот есть проблема, что, допустим, какие-нибудь программисты могут использовать нейросети в качестве своих помощников, так сказать, какой-нибудь код отправить, типа, помоги там, рефакторинг осуществить. Тем самым нейросети на этом коде, который является, например, коммерческой тайной организации, обучаться, и уже следующему человеку, который поможет там, типа, помоги мне что-нибудь создать, она ему предложит. Тем самым коммерческая тайна банально утечет. Вот это не такая очевидная вещь, но, тем не менее, это даже больше... Может ли получиться история, как со SkyNet? Нет. Ну, у нас и GIA на подходе, то есть, как бы, сейчас больше 70 компаний работают уже в этом направлении. Вот когда будет AGI... Это что? Ну, это следующий этап, уровень, скажем так, искусственного интеллекта общего типа. То есть, если сейчас нейросетка, она получается в каком-то узком направлении, то общего типа – это уже мышление на уровне человека. Только гораздо быстрее, гораздо, скажем так, эффективнее ведется работа. Ну, а потом придет терминатор. Ну, проблема в том, что у человека это не только мышление, это еще какие-то там психологические травмы. Эмпатия, эмоции. Ну, смотрите, подводим самое последнее. Я буду утверждать, что пока мы не понимаем, что нас ждет со стороны нейросетей. Пока вот может... Понимание есть полное. Более того, на саммитах это все обсуждается. Я вот более того, я вот не согласен с предыдущим коллегой, то, что уже проблема такая существует. То есть, на каких-то отраслях определенных, ну, от IT, например, да, нам самое близкое, да, вот с Легом, например, уже стажеры и джуны, они не особо нужны. То есть, нужен уже миддл, там, разработчик, сеньор и прочее. Сейчас в сторону уходим, у нас время заканчивается. Может ли появиться Скайнет? Нет. Нет? Нет, ну, в день, как вопрос, может или не может, может все быть, но вряд ли. Но вряд ли. Анти-Скайнет, который тоже будет. А, они будут заниматься друг другом, у них все будет хорошо между собой. На этом все. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые программы. Спасибо, что смотрели. Все говорят об этом. И смотрите еще. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok